здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из иерусалима израильский политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день ну вот на прошлой неделе мы с вами говорили о всяких возможных сценария развития того политического кризисов которые у нас очередного сейчас в израиле будет у нас бюджет не будет а если не будет то значит выборы и там мы коснулись темы участия вот в этом в этом процессе ультразоксальных партий которые входят в коалицию тогда это были только гипотетические такие версии и слухи за эти дни они стали реальностью и роль этих партий изнаеменно повысилась то есть они уже ставят условия при том ставят условия своему старшему партнеру партии ликуд бене мин премьер-министру что если вот будут приняты меры которые могут привести к развалу коалиции то они премьера не поддержат это что у нас бунт на корабле до самого начала была позиция ультратароциальных партий и такая категоричная еще когда создавалась коалиция бенни ганц вел консультации с ария дэри который давал ему подобные гарантии неформальные от имени обоих религиозных партий это был один из тех факторов который в конечном итоге убедил гансов в том что формула вот это вот правительство со сменным премьер-министром эта формула жизнеспособны ультра-ортодоксы не хотят выборов сейчас они заинтересованы в скорейшем проведении бюджета на 2020 год поэтому они пытаются сейчас организовать некий компромисс компромисс должен состоять в том чтобы с одной стороны бенни мейн теняу получил то что он хочет а именно бюджет принятие к местам бюджета на текущий 2020 год только после этого начала обсуждения бюджета на 2021 и чтобы ганс получил то что он хочет гарантии того что вот этот вот вот эта пауза между бюджетами не станет для натаньягу возможностью развалить правительство и пойти на новые выборы весной будущего года когда он может оставаться при этом премьер-министром да и не должен передавать бразды гансу как уговорим новых соглашений компромисс который сейчас ария дэри пытается убедить ганса принять это состоит в том что правительство примет решение относительно бюджетов на 1 и на 2020 и на 2021 год кнеса проголосует только за бюджет 2020 года если это напоминает вам старую историю про мудрецов города хелем и да да совершенно верно строгать но класть строганым вниз то это сказать на мой взгляд и сравнение очень и не соответствующее но тем не менее есть в этом логика потому что натаньягу настаивает на том что бюджет на два года сразу это самая большая ошибка которую можно сделать с фискальной точки зрения потому что это потребует принятия немедленно пакета весьма болезненных сокращений социальных расходов ял не хочет этого делать он не хочет это делать в том числе и потому что он понимает что если коалиция все-таки развалится на каком-то этапе то недовольство в том числе и значительной части правых избирателей последствиями таких резких сокращений на фоне коронавируса может стать тем фактором который помешает ему остаться власти поскольку в отличие от традиционных уже демонстрации каждую субботу под черными флагами край министр и так далее где сторонников или бывших сторонников ликудова не так много сокращение бюджета могут болезненно ударить именно по избирателям натаньягу поэтому он с этим торопиться не хочет с другой стороны принятие хотя бы общих рамок бюджета в правительстве это не исключительный шаг такое делается регулярно всем понятно что эти рамки они обусловлены будущими переговорами в кнести где каждая фракция коалиция зачастую и оппозиция если так получается пытается бюджет изменить свою пользу и в пользу своих избирателей поэтому эта процедура теоретически может спасти ситуацию проблема состоит в том что думает об этом сейчас бенни ганс ганс часть его окружения полагает что если он будет однозначный настойчиво требовать принятие бюджета сразу на два года таньягу в конечном счете капитулирует потому что коронавирус потому что он побоится брать на себя ответственность за новые досрочные выборы и так далее оценки ситуации на бальфур оценки ситуации того как меня это видит говорят мне что этот расчет ошибочный что такое упорство может привести к тому что мы действительно в конце этого месяца окажемся перед перспективой досрочных выборов с этим понятно но ганс уже выразился достаточно категорично он забрался на такое высокое дерево что слезать ему будет достаточно тяжело поэтому какие у него собственно говоря варианты поведения в это но здесь опять же дело в каких как в том какие компенсации для него смогут придумать и убедить или заставить нет ни авгу согласиться на них ария деле я как лиц это на самом деле в данный момент единственный открытый вопрос если ганс поймет что альтернатива это действительно досрочные выборы то скорее всего с того дерева на котором забрался слезет почему мне так кажется потому что давайте вспомним зачем ганс вообще пошел на этот проект оставим в стороне патриотические лозунги типа из-за коронавируса из-за необходимости дать стороне правительства это окей ганс согласился на этот вариант потому и только потому что это был для него в той ситуации которая возникла весной этого года единственный реальный вариант при котором перед ним открылась перспектива прихода к власти прихода в кабинет премьер-министра израиля пусть даже в ноябре будущего если ганс сейчас допустит досрочные выборы то карта опросов может меняться в ту или иную сторону но достаточно понятно что шансы на то что будущего премьер-министра израиля будет звать бенни ганс они нулевые поэтому я думаю что он будет пытаться сохранить эту возможность и если он действительно поймешь наказался перед перспективой когда с одной стороны от него требуется уступка вопроса в бюджете с другой стороны может терять этот шанс он скорее всего поступит так как он поступил весной когда он предпочел этот шанс четвертым выбором или там призрачной надежде на формирование узкого правительства при поддержке арабских депутатов в связи с активностью ультразоциальных партий что они так активизировались стали выставлять свои требования возникла еще одна интрига с законом проекта законопроектом о преодолении решений богатца высшего суда справедливости ультра-ортодоксы опять-таки заявили что они не поддержат этот законопроект если 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 но с этими если которые вы уже перечислили я не буду к ним возвращаться они еще впереди а законопроект собираются рассматривать вот-вот и как же будет на ваш взгляд я думаю что ультразоциальные партии будут голосовать против этого законопроекта и они на самом деле четко разъяснили свою позицию уже они объяснили что мы находимся в коалиции и и пока мы находимся в коалиции мы выполняем и следуем коалиционной дисциплине это значит что неважно насколько идеологически тот или иной проект соответствует оппозиции соответствует нашей нашим интересам и тому что мы думаем мы в данный момент связаны этой дисциплиной и мы не будем теми кто ее разрушит кстати точно так же они поступили когда депутат от ямина вице ли смотришь предложил создать комиссию по расследованию насилия полиции против демонстрантов ультра-ортодоксов напомню да казалось бы это должен был быть шаг который обязательно заставит ультра религиозной партии перейти на сторону оппозиции в этом смысле они проголосовали против именно так объясняя свои поступки на самом деле это в каком-то смысле трейдмарк реклама торговая марка религиозных партий и причина того по которому они являются ценными союзниками для любого на самом деле израильского лидера кто хочет сформировать правительство в тот момент когда с ними достигнуты договоренности о их участии в коалиции это как правило связано конечно же с материальным интересом ультра-ортодоксовальной общины и рядом принципиальных вопросов в этот момент на шассе на евреестратору можно рассчитывать в том плане что там не происходит каких-то бунтов на корабле там не про там нет каждый депутат начинает голосовать так как ему нравится там соблюдается коалиционная дисциплина это это то что сделала их такими надежными союзники в глазах того же бенемина ты не а у несмотря на то что мы знаем что этот союз стоил ему немалого числа голосов советских правых заряди анкер пошли в другие партии в последнее время у нас как бы реальностью нашей жизни стали акции протеста если когда они только начинались к ним относились достаточно скептически и даже так полу шутя я имею в социальных сетях те кто не принимали эти акции то сегодня они действительно стали ну просто атрибутикой нашей жизни если раньше они были только по выходным дням сегодня они практически проходят каждый день и они становятся все более многочисленными на ваш взгляд к чему это в конечном итоге приведет насколько серьезным это окажется аргументом в той политике которую ведут сегодня власти я думаю что демонстрации сами по себе не будут решающим фактором не в смене власти не в определении судьбы этого правительства по той простой причине что подавляющее большинство их участников не относятся за исключением может быть избирателей ганса не относятся к числу сторонников натаньягу или партии которые входили в правый блок тех кто голосовал за правый блок на последних выборах по и всего этого года нет там не наблюдается там какой-то динамики что протест лично против натаньягу да опять же надо разделять есть разные категории протестов есть протесты экономические которые связаны с тяжелым экономическим положением возникшим в результате коронавируса в целом ряде отраслей израильской экономики там эти протесты объединяют людей самых разных политических взглядов и надо сказать что на них натаньягу обращать гораздо больше внимания мы видим те шаги которые он предпринимает для того чтобы продемонстрировать этим участникам этих акций что он помнит о них заботиться о них и пытается сделать что-то чтобы облегчить их ситуацию потому что он понимает что потенциальная угроза в случае срочных выборов может прийти именно оттуда что же касается тех кто протестует против него лично тех кто настаивает на том что он в связи с тем что он находится под судом не может быть премьер-министром тут ниалу его сын на самом деле достаточно откровенно по этому поводу выразился я думаю что недалек от истины ниалу относится к этим протестом скорее как фактору который укрепляет его популярность глазах его сторонников часть которых мы видели вопросах недовольна тем как он противостоит второй волне коронавирус это отразилось в падении популярности ли куда и его лично в ряде опросов на которых задавали вопросу пригодности кандидат разных кандидатов на пост премьер-министра поэтому тениал прилагает немалые усилия для того чтобы позиционировать эти протесты как не просто оппозиционные как экстремистские ультралевые анархистские которые создают потенциальную угрозу не только для него лично но и для стабильности всей страны пока они продолжаются это в каком-то смысле как ни странно для антони агуба арик спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи был израильский политолог арик эльман до свидания